В книгах по истории упоминается, что один человек, один царь, захотел построить мечеть. Он отправился к определенному под мечеть месту и поставил там табличку, что здесь будет мечеть такого-то, такого-то, то есть этого царя. Он запретил людям приносить к этой мечети что-либо. Будь у кого-то глина или кирпичи, ему нельзя было участвовать в строительстве этой мечети. Проходили дни. Рабочие работали, строя эту мечеть. На конях они возили камни, кирпичи и так далее. Они работали в мечети. Тот человек проезжал возле мечети, где была табличка с его именем, и радовался. Это моя мечеть. И в одну из ночей он увидел, что ангел спускается с небес, стирает с таблички его имя и пишет вместо него имя какой-то женщины. Утром человек проснулся. Что случилось? Смотрит на мечеть, ее продолжают строить, и на табличке написано его имя, а не имя этой женщины. Он сказал, возможно, это просто бессвязный сон. На следующую ночь он опять заснул и увидел ангела, который спускается с небес, стирая с таблички его имя и пишет вместо него имя женщины, той же самой женщины. Он проснулся, он удивился. Что же происходит? На третью ночь ему опять приснилось, как ангел спускается с небес, стирает его имя и пишет имя женщины. Утром он проснулся, смотрит, а его имя все так же на табличке. Никто его не стирал. Однако он запомнил, как звали женщину. Он обратился к начальнику полиции. «Вот тебе имя, достань мне эту женщину хоть из-под земли». Не прошло и половины дня, как начальник полиции привел к нему старую женщину. Он пришел с ней к царю, и тот спросил ее, «Сделала ли ты что-нибудь для этой мечети? Сослужила ли ты какую-нибудь службу? Может быть, какое-нибудь пожертвование, которое ты выделила на ее строительство? Хоть что-нибудь ты сделала для этой мечети?» Она ответила, «Плянусь Аллахом, я ничего такого не знаю. Что я могу сделать? Я бедная, слабая, старая женщина. Тем более, что ты запретил торговцам, инженерам и всем остальным людям как-то участвовать в строительстве мечети или давать на нее пожертвования. Как я могу участвовать в строительстве мечети или давать на нее пожертвования? Ведь я бедная женщина». Он сказал ей, «Нет, ты обязательно должна была что-то сделать». Она сказала, «Но я ничего не скрываю». Царь нестаивал, «А ты вспомни». Она немного подумала, а затем сказала, «Я помню, как однажды я шла мимо мечети по делу, и строители работали, и я увидела, как одна лошадь привязана под палящим солнцем. Она даже вытащила наружу язык из-за того, как она сильно хотела пить. Они работали на ней весь день. Она таскала кирпичи налево и направо. Лошадь испытывала сильную жажду, но рабочие не заметили этого. Они не дали ей выпить воды. И все знают, что лошади — это не верблюды, которые могут терпеть жажду 4 или 5 дней. Когда я увидела лошадь в таком состоянии, и то, что она еще была привязана, я пошла к ведру, которое было вдалеке от нее. Принесла ей это ведро, поставила перед ней, и лошадь попила. Видели ли вы, что она сделала для мечети? Это очень маленькое дело. Царь сказал ей, «Ты сделала это желая довольству Аллаха? Я же строю эту мечеть не ради Аллаха». Я поставил табличку со своим именем еще до того, как мечеть начала строиться. И это доказательство того, что я делал это не ради Аллаха, не надеясь на его награду в Ахирате. Нет. Я хотел, чтобы обо мне говорили и обо мне упоминали. А ты, клянусь Аллахом, сделала это ради Аллаха. И это дело, которое ты считаешь незначительным, Аллах принял от тебя. Затем царь приказал стереть свое имя и написать на мечети имя этой женщины. Все это указывает на то, что если ты хочешь сделать что-то ради религии, сделай свою деятельность возвышенной. Сделай своей главной заботой то, что ты делаешь это ради Всевышнего Аллаха. Я делаю это для своей умы, и это приведет меня в рай. Сделай усердие возвышенным, а не приземленным. Продолжение следует... Продолжение следует...